Как доложила начальник управления по делам несовершеннолетних Инна Анохина, преступность среди несовершеннолетних за 10 месяцев текущего года возросла. Всего преступления совершили 33 подростка, из них 27 школьников. Не во всех образовательных учреждениях на должном уровне ведется профилактическая работа. Задача всем школам этому вопросу уделять больше внимания, в том числе активнее обеспечивать занятость школьников в неурочное время. Но и не забывать следить за посещаемостью, чтобы дети не пропускали уроки без уважительной причины. Я понимаю, что воспитатель Ники должен стоять, образно выражаясь, где-то по двери и смотреть, где эти дети. Но если на уроке нет ребенка, мы почему не бьем тревогу? Ставим энночку и забываем об этом. Нам нужно сегодня узнавать, где наши дети находятся. Всего в Анапе на всех видах профилактического учета состоит 109 несовершеннолетних. 29 семей находятся в так называемом опасном положении. К ним должно быть особое внимание. Кроме того, подняли тему опасности, которую кроют в себе социальные сети, где, общаясь с незнакомцами виртуально, в последствии дети могут стать реальными жертвами преступников. В этой части также необходимо проводить разъяснительную работу не только с детьми, но и с родителями. Мы на прошлой неделе выделили уголовное дело на статье 17 распространение сведений, составляющих частную жизнь. Суть какая? Несовершеннолетняя девочка, зарегистрированная в сети ВКонтакте, под давлением, причем под жестким прессингом неустановленного лица, предоставляла ей свои фотографии в неглиже. Соответственно, это неустановленное лицо, впоследствии вы выложиваете фотографии в сети интернет. Вы проводите разъяснительную беседу со своими учащимися, чтобы по возможности они не регистрировались в социальных сетях, потому что в социальные сети не ставят ни фильтры, ни барьеры для вот таких фотографий, для постов. А чтобы дети не уходили в интернет, им нужно организовывать интересный досуг. В том числе и для этих целей на заседании было решено проработать вопрос создания студенческих объединений правоохранительной направленности. Также Людмила Мурашова поручила закрепить за тренерами детских спортивных школ несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в комиссии.